Говорят, Горбатого может исправить только могила. И у этой поговорки есть продолжение про опрямого и дубину. Вот только у меня складывается такое ощущение, что некоторые наши сограждане получают удовольствие от назначаемого им наказания. Иначе, как можно объяснить их упорное стремление вновь и вновь оказаться на скамье подсудимых? Меня зовут Ритис Бараускас и вы смотрите передачу «Из зала сюда». Мы начинаем. Сегодня в программе. Больше, больше, еще больше. Постатейная коллекция потянула на 4 года. Он хотел сменить трейники и новую шубу. Правда, платить за них не думал. Фейспалм почти получился, но рука сломалась, а лицо уехало на зону. Помните сцену из «Джентльменов удачи»? Почему в «Аркута»? А я там сидел. Вот и герой нашего следующего сюжета из «Зала сюда» тоже смог бы сыграть в эту игру. Ведь он с легкостью назовет сразу несколько судов, где когда-либо ему выносился приговор. Шутка ли? 29 мая в Ленинском районе, а два дня спустя, 31 числа, уже в Дзержинском, служитель Фемида зачитывает очередной приговор, увеличивая тем самым срок заключения. Больше десятка только непогашенных судимостей за плечами данного молодого человека. Пожалуй, лишь это и выделяет его. Об этом, кстати, сказано даже в характеристике подсудимого, которую дал ему участковый. В запомнился участковому полномоченному гражданин Шабунин только наличие неоднократных судимостей. В связи с чем, по его мнению, характеризуется удовлетворительно, поскольку иных никаких претензий к нему не имеет. А вот у потерпевших явно есть претензии к подсудимому из Кунгура. Как следует из приговора, он похитил ноутбук в одном из офисов на улице Ленина, краевой столицы. В обвинении Шабунин признал частично, пояснил, что действительно похитил данный ноутбук, но не согласен с квалификацией, не признает незаконное проникновение, подразумевая, что в кабинет зашел свободно. Государственный обвинитель просит суд назначить мужчине два года лишения свободы, прибавить их к предыдущему приговору и в общей сложности лишить его свободы на 4 года 6 месяцев. К слову, за это время у него как раз должен появиться ребенок. Поэтому подсудимый в последнем слое просит отнестись к нему снисходительно. В итоге два года лишения свободы за кражу. По совокупности преступлений окончательное наказание 4 года в исправительной колонии строгого режима. Возможно, приговор обжалован и не будет, ведь это все же на 6 месяцев меньше, чем просил изначально гособвинитель. Мне интересно, а подсудимые сами себе верят, когда говорят, что вот если именно в этот раз судья их пожалеет и не будет лишать свободы, то они уж точно-точно станут на путь исправления. Что тот случай был лишь роковым стечением обстоятельств. А еще перед этим тоже. А еще до этого. И перед тем. И перед другим, кстати, тоже. Во всем, как всегда, виноваты обстоятельства. Ну и сам подсудимый. Совсем чуть-чуть. Многие признают о том, что действительно уголовно-исправительная система, она не носит характер исправительный. Она носит только карательный характер, наказательный, по сути. И, соответственно, для людей, которые имеют такое свойство личности и спокойно относятся к подобного рода наказаниям, это наказанием не является. То есть, либо учитывать эти обстоятельства и ужесточать меры наказания, либо менять систему наказания в целом. Для примера, просто проанализировать, предположим, опыт скандинавских стран, где тюрьмы закрываются. А люди действительно исправляются. 158-я, 159-я, 161-я. Или, другими словами, кража, мошенничество, грабеж. Именно эти имущественные преступления чаще всего совершают неоднократно судимые граждане. В большинстве своем они не выдумывают сложных схем, а просто выходят на промысел и похищают первое, что попалось под руку. Либо грабят первого встречного, того, кто показался беззащитным. Этот мужчина на скамье подсудимых оказался далеко не в первый раз. На оглашение предыдущего приговора, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, он просто не явился. Говорит, осудили за грабеж, которого не было. Вот и ударился в бега. Далее мысль подхватывает адвокат. Ну, вы решили лучше совершить, да, чтобы просто так было себе. А тут еще и сложная жизненная ситуация, говорит подсудимый, отвечая на вопрос гособвинителя. Что за сложная ситуация? Деньги нужны были или что? На лечение? Для жизни деньги нужны были? Я находился в розыске. Нужно было родителям помогать. А что родителям помогать? Ну, специальная трудовая, работать на своей работе. Правда, как он помогал родителям до этого, во время неоднократного отбывания наказания в местах не столь отдаленных, молодой человек не пояснил. Среди непогашенных судимостей – кражи, грабеж, разбой, вымогательства, наркотики, покушение на убийство. На этот раз коллекция похожая. Кража шубы, еще одна кража шубы, снова кража. На этот раз мобильника, покушение на кражу спортивных штанов, футболки, мужских носков и пола. Но обновить гардероб не удалось. Сотрудники магазина помешали. А вот беззащитную девушку в ее же подъезде никто не смог помешать ограбить. Потом дошли у меня локти. И в этой ситуации я поняла, что я вообще не подготовленная. Я понятия не имею, что делать. Кроме того, наверное, еще из 90-х такое есть мнение, что никто не поможет. Там вроде и милицию вызывать не надо. Поэтому я даже не кричала. И просто ждала. В какой-то момент я думала, что как бы уже, видимо, все. Пришел мой час, но потом грабитель начал дергать за сумку. Я ее отпустила, и он убежал. Но долго бегать не получилось. В итоге молодого человека задержали и поместили под стражу. А к предыдущему сроку уже за новые преступления судья индустриального районного суда Галина Каргополова добавила еще пять лет лишения свободы. Конечно, каждый случай индивидуально учитывается и время, и место совершения преступления. Обстановка. В любом случае, после совершенного какого-либо преступления, необходимо сразу незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, рассказать о факте, о случае совершенного преступления. Если бы преступление было совершено с применением какого-либо насилия, имеется повреждение телесное, необходимо также незамедлительно обращаться в медицинские организации. Как видим, нужно всегда быть на чеку. Это отнюдь не означает, что стоит бояться всего и каждого. Но помнить о том, что мы живем все-таки не в идеальном мире, необходимо. И самое главное, необходимо знать, как обезопасить себя и своих близких в этом самом неидеальном мире. И при этом не стоит забывать о пределах необходимой самообороны. Иначе можно поменяться с подсудимым местами. По большому счету, меры, которые предпринимает гражданин для собственной защиты, для защиты своего имущества, должны быть соразмерной угрозе совершаемого нападения. Безусловно, конечно, оценить эту угрозу при экстремальных каких-то обстоятельствах, в условиях, когда жертва значительно слабее, чем нападавший, достаточно тяжело. Безусловно, наличие какого-либо быта ни было средств самообороны, оно само по себе подталкивает, может быть, к их использованию. Хотя ситуация этого не требует на самом деле. И, в принципе, можно было бы этого избежать. Минимум 3, максимум 10 лет человек считается судимым уже после того, как освободился из мест лишения свободы. Все зависит от тяжести совершенного им преступления. Соответственно, если в этот самый период он вновь совершает уголовно наказуемое деяние, то непогашенная судимость будет отягчающим обстоятельством, а то и рецидивом, что влечет за собой более суровое наказание. Применение насилия не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Этот мужчина уже был судим в конце 2011 года, освободился в начале 2016. И вот в феврале уже 2018-го между ним и его соседом происходит конфликт, разбираться в котором приходится участковому. Вот только подсудимый всячески мешает сотруднику полиции пообщаться с участниками и взять письменное объяснение, сказанно в материалах дела. Асотов, игнорируя законные требования сотрудника полиции, и сознавая, что перед ним находится участковый, уполномоченный отдела полиции номер 1, Ярославцев, который является представителем власти и находится в форменном обмундировании при исполнении своих должностных обязанностей, умышленно применяя насилие, не опасное для жизни, здоровью, в отношении Ярославцева, попытался рукой нанести ему удар по лицу. В свою очередь подсудимому в этой самой потасовке еще и руку сломали. Вот он передает медицинские документы судье вместе с положительной характеристикой с места работы. Правда, почему-то устроился он туда официально лишь через пару лет после освобождения, в апреле этого года, уже после произошедших событий, которые, кстати, как он сам говорит, отвечая на вопрос гособвинителя, стали следствием алкогольного опьянения. В содеянном он раскаивается, вину приздает полностью, и вот момент последнего слова. В итоге, учитывая рецидив преступления, суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мера пресечения изменена тут же на заключение под стражу. Приговор в 10 суток со дня провозглашения осужденным содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора может быть обжалован в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд города Перми. Осужденные в праве ходатайства для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Асотов, вам понятен приговор? Это у меня два кода, решение субботы, да? Да, срок порядок обжалования его понятен? Судебное заседание объявляю закрытым. Субтитры сделал DimaTorzok Говорят, что осужденные и заключенные граждане чуть ли не лучше профессиональных юристов знают законы и различные нормативно-правовые акты. Ведь у них масса свободного времени на самообразование. И ничуть не меньше возможности применять полученные знания на практике. Жалобы, апелляции, касации и так далее. И что самое интересное, именно эти люди, зная лучше других об ответственности, которая предусмотрена за совершение преступлений, все равно вновь и вновь оказываются на скамье подсудимых. Защищать специальными мерами необходимо тех людей, которые действительно рискуют своей жизнью, рискуют своей безопасностью, выполняя свой гражданский долг, долг перед государством или долг по службе. И в отношении представителей правоохранительных органов это, безусловно, объективные вещи, потому что их работа-то зачастую связана с угрозой применения к ним, в том числе насилия, в том числе для оказания сопротивления совершения ими их служебных обязанностей. Эх, направить бы упорство некоторых осужденных в мирное русло. А так, а так у них вновь появилась казенная крыша над головой, паек и масса свободного времени для улучшения своих юридических познаний, без изоляции от законопослушного общества. Так что давайте тоже не будем терять время зря и продолжим рассказывать на конкретных примерах, как работает российское законодательство. Очередной выпуск программы «Из зала сюда» уже на нашем сайте вета.тв. Меня зовут Ритис Бараускас. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова